это история о том как компания молодых и отчаянных парней бросили свою любимую работу жизнь мегаполисе и купили колхоз но чтобы начать эту историю нам нужно вернуться в прошлое наш рассказ начнется со времен российской империи в начале двадцатого века российская империя производила более 50 процентов мирового урожая пшеницы овса ржи ячменя и картофеля а доля российской империи на сельскохозяйственном рынке превышала 40 процентов хоть мы и отставали от темпов роста промышленности европы но работать на земле мы умели всегда в 1917 году произошла революция свержение временного правительства и приход к власти большевиков в период раскулачивания было расстреляно и сосла на влагеря колоссальное количество людей в том числе и те кто занимался сельским хозяйством и избытом сельскохозяйственной продукции впоследствии начали создаваться кооперативное объединение крестьян так называемые совхозы которые по сути своей создавались на средства самих крестьян но это было государственное предприятие помимо совхозов с 1918 года в деревнях советской россии стали возникать коллективные хозяйства так называемые колхозы каждый из вступивших в колхоз являлся совладельцем однако распределение продукции и доходов по завершении сельскохозяйственного производственного цикла зависело от труда дней то есть сколько времени ты отработал столько и получишь сельское хозяйство советского периода показала свою неэффективность кукурузная компания освоение целины химизация почв и как следствие их истощение повлекло за собой падение количества и качества урожая зерновых и уже в 1963 году из-за продовольственного кризиса советский союз был вынужден закупить в сша партию зерна в 12 миллионов тонн а к 1970 году импорт зерновых был уже на потоке чтобы закупать такое огромное количество зерна ссср начал увеличивать добычу и экспорт нефти после падения цен на нефть в 1986 году и последующим развалом ссср большинство колхозов прекращать свое существование либо разваливаются на хозяйственные общества производственные кооперативы и крестьянско-фермерские хозяйства а совхозы постигла судьба приватизации и подавляющее большинство совхозов за бесценок были проданы и преобразованы в открытые акционерные общества и впоследствии большая их часть была разграблена и уничтожена а земли были заброшены сейчас россия занимает лидирующие позиции в области производства и экспорта сельскохозяйственной продукции меня зовут павел шишаков я хочу рассказать вам свою историю о том как я бросил бизнес москве и переехал развивать сельское хозяйство республику мордовия не имея за спиной образования сфере агрономии имея только земли и объекты инфраструктуры с нуля всего за полгода проб и ошибок мы смогли посеять 600 гектар озимой пшеницы подготовить еще 700 гектар земли на будущий год для посева яровых культур для нас это было огромное испытание это нереально тяжелый труд как физически так и умственно но я не жалею мы хотим показать всем что сельское хозяйство это самый активно развивающийся и прибыльный бизнес в россии не стоит его бояться все это и многое другое вы можете видеть на нашем канале а также узнать каким бизнесом можно заниматься при фермерском хозяйстве помимо разведения сельскохозяйственного скота и выращивание зерновых культур цель проекта рассказать вам о нашем деле а также замотивировать вас открыть свое ну что давайте начинать но не стоит думать что сельское хозяйство это все так просто посеял зерно потом летом убрал его комбайном продал и заработал огромные деньги нет сельское хозяйство это ремесло и целая наука это наша жизнь наш не совхоз подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите комментарии пока 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 пока